Сильвадорада Легенды повествуют также о затерянных руинах, в которые превратилось в проклятое капище демона Грота. В нем якобы находится тайный проход к древнему храму, который постоянно меняется. Это еще одна загадка, над которой ломают голову великие умы. Однако найти разваленное Грота не сумела ни одна экспедиция. Винс и Агата прибыли в Сильвадораду рано утром и обосновались в небольшом съемном домике близ Аламского археологического музея и центральной площади со статуей Мадре Косеки, покровительницей урожая. Чтобы одолеть зло, поселившиеся в доме Винса, им нужно отыскать священную амисканскую реликвию, упрятанную в древнем храме. А найти к нему путь можно только через развалины демона Грота, которые тоже потеряны где-то в джунглях. Винс и Агата не знали, что их ожидало в этой незнакомой стране. Не знали, что совсем скоро их мир перевернется, и им предстоит спасать свои жизни в схватке с демонами Сильвадорады. Агата и Винс отправились в Сильвадораду на рассвете. Но мы вернемся на несколько часов назад, когда в Глимербруке произошло событие, которое вполне может стать погибелью для всего города. Этой ночи в Глимербруке властвовал шторм. Проливной ливень окропил выстраданную землю, а небеса то и дело прорезала гроза. Стихия порядком разгулялась, да с такой силой, что жители, плотно закрывшие двери и окна, не слышали ничего, кроме боя ветра, раскатов грома и треска небес. Они и не догадывались, что в это время в лесах домов, чаще Глимербрукского леса, развязалась ожесточенная битва. Два проклятых чудовища, обреченные на вечность, сошлись в смертельном поединке. Силы были равны, никакого оружия, никаких преимуществ, только гнев и яростное желание мести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Всем большой привет! Привет, дорогие друзья! Вы на канале Не Без Разницы, с вами Стас и Лёша. И вот мы вместе с Винсом, с Винсом и Агатой приехали в Сильвадорадо, потому что нам необходимо найти реликвию для того, чтобы изгнать всех злых духов из дома Винса. Но хочется сказать, что прежде чем нам найти реликвию, надо найти хоть какие-то зацепки, которые приведут нас к этой реликвии. А, соответственно, надо тут будет всё поисследовать, посмотреть, походить. А ещё хочется также прежде всего отметить, что одного злого духа Анжела уже изгнала, похоже. Вовремя Винс и Агата всё-таки улизнули из Глимербрука и не застали... С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Не застали такой эпичной, но трагичной битвы. Ну да, Винс ещё не знает, что Лидии, она же Катрина, больше нет. А вот у Леди Агнесы, конечно, большое горе, если она способна хоть на какие-то чувства вообще. Ну, как увидели, что всё-таки способна. Я даже проникся в этот момент. Да, я тоже. Вот всё, что делала Леди Агнеса, это было как раз-таки ради неё, Лидии, ради дочери. И именно из-за неё Леди Агнеса стала такой, какая она сейчас. Она, конечно, совершала чудовищные вещи, но из-за её истории стало понятно, как она до этого дошла. И она вернула дочь к жизни много лет назад, пошла вот на такие жертвы и связалась с тёмными силами. И вот теперь дочь ушла из жизни. Ну, если у неё, конечно, это была жизнь такая, ну, наверное, какая-никакая жизнь у неё всё равно была. Но наверняка Леди Агнеса всё это так не оставит. Наверняка она в любом случае что-то предпримет. Я думаю, она не предпримет, она просто будет метать огнём. Ну, хочется... Вот мы поддержали секунды молчания Катрину, почти ли её память. Да, и хочется теперь сказать, напомнить, что всё-таки приезд в Сильвадорадо — это не отпуск, а достаточно серьёзное мероприятие. И нам надо будет основательно подойти к этому уикенду, к этой поездке. Да, потому что для Винса у нас подготовлено достаточно много разных испытаний, и посмотрим, выдержит ли он все эти испытания. Да и посмотрим, может быть, и сама Сильвадорадо ещё каких-то подкинет ему испытаний. Ну, это да. От чего никто не застрахован. Ну что ж, в своих мемуарах Элиза Стюарт говорила о развалинах демона Дрота, через которые можно отыскать вход в тот самый храм. Но для начала эти развалины Дрота нужно отыскать. Поэтому мы подумали, каким образом Винс и Агата будут искать эти развалины, о которых никто никогда не слышал. Наверное, нужно пойти в музей местный. Ну, да, да. И тогда там попробовать найти какие-нибудь сведения об этих руинах. Ну что, будем отправляться тогда в музей. Давай, да. Винс и Агата прибыли в Аламский археологический музей. Посмотрите, какой впечатляющий музей. Я бы сам в такой с удовольствием сходил. Я думаю, мне тоже было бы интересно посетить вот что-то подобное. Он, мне кажется, как раз в стиле развалин. Правда, он выглядит ухоженным, таким прям аккуратненьким, а так прям достоин, что там тоже какая-нибудь реликвия. Ну или, по крайней мере, тайное знание, которое мы и хотим обрести. Ну, по крайней мере, тотемы, вон, посмотри, амисканские здесь установлены. Поэтому, может быть, здесь и есть действительно какие-нибудь интересные тайные знания. В общем-то, музей претендует вполне себе на такую точку интересную культурную в Сальвадораде. Но для начала нам хотя бы нужно найти просто заметки об этих развалинах Демона Дрота. Ну или хотя бы, может быть, поговорить с местными жителями, с работниками музея, которые смогут подсказать дорогу, куда Винсу нужно будет двигаться. Кто-нибудь, что-нибудь, ну, наверняка хоть что-то-то знает. Ну что, заходим тогда в музей и сейчас будем осматриваться. С погодой нам сегодня, слава богу, повезло. Потому что мы как-то куда-нибудь не приедем в наших проектах, там постоянно идут дожди. Дожди, грозы, да. Поэтому радостно, когда все-таки нам улыбается и сопутствует солнышко. Ну, в принципе, сейчас лето, поэтому... А лето бывает разным, бывает разным. Ну что, давай смотреть. Вот как раз есть зал в музее, где находятся некоторые экспонаты амисканские и книги. А может, вот эта реликвия нам и нужна? Посмотри. Вот тарелка какая хорошая. Ну, неплохо было бы, конечно, ее забрать. Ты посмотри, она стоит 10 тысяч миллионов. И стоимость хорошая. Мне очень нравится. Ну, к сожалению, видишь, нельзя ее положить себе в багаж. Она за стеклом еще спрятана, потому что... Итак, вот, смотрите, здесь лежит книга, которая называется «Гробница змей». Давайте-ка с Винсом мы ее прочитаем сразу. Так, агаты сейчас тоже сядут рядышком, чтобы послушать все-таки эту историю. Итак, книга «Гробница змей». Амисканские хроники содержат легенду, согласно которой однажды на племя древних амисканцев напала орда демонов. Битва была страшной. Деревни сожжены, святилища опорочены, а многие предки съедены свирепой расой змей-вампиров. Противостояние длилось десятилетия, но в итоге амисканцы сумели одержать верх. Когда все было кончено, они построили гробницу, которая в истории получила название «Гробница змей». Именно там они заключили змей-вампиров, убить которых не так-то просто. Гробница эта имеет довольно необычный для Сальвадорады вид. Выполнена она из стекла, чтобы лучи солнца, проникающие внутрь, сдерживали вампиров под землей и не давали им выйти наружу. Кто знает, может они живы до сих пор. Суеверия настолько укоренились в народе Сальвадорады, что вход в гробницу змей запрещен на государственном уровне. Любопытным памятником амисканской архитектуры является фреска внутри гробницы. Мы никогда не видели фреску воочию, но свидетельства ее существования изложены в амисканских письменах, найденных в Сальвадораде во время раскопок. Из фрагментов, нарисованных древними амисканцами на дощечках и пергаментах, мы сумели воссоздать ее возможный вид. Исследователи древности до сих пор спорят о том, какой смысл амисканцы вложили в сюжет этой фрески. Что же изображено на фреске? Очередная амисканская мудрость или всего-навсего набор не связанных между собой символов? Надеемся, что когда-нибудь мы сможем на нее взглянуть и исследовать каждый дюйм этого исторического наследия. Ну что ж, действительно интересно, что же это такая за фреска. Я бы сам на нее посмотрел и попробовал бы разгадать. Может быть, она помогла бы не только в сражениях с Леди Агнесой, но и поскорее Винсу, не знаю, научиться всем-всем-всем нужным навыкам, чтобы наконец-то расчистить дом. Если он, конечно, доживет до этого момента. Будем надеяться, что все-таки он вернется из Сальвадорадо целым и невредимым. Ну, в конце концов, он же теперь не один. У него теперь есть спутница, которая, ну, наверняка уж чем-нибудь ему сможет помочь. Агата выглядит вполне такой бойкой девушкой, поэтому, я думаю, вместе все будет веселее, а то и легче. Смотри, здесь вот еще книга одна лежит, и эта книга называется «Развалины дрота». Вот как раз это то самое, что нам нужно. Поэтому давай-ка прочитаем ее тоже с Винсой. На заре времен культ демона Боли по имени Дрот был широко распространен в этой части света. Но времена менялись, и однажды амисканцы отреклись от Черного Божества, изгнав его из своего пантеона. Капище дрота, по некоторым свидетельствам, было разрушено и превратилось в руины, но даже они могут представлять собой величайшую историческую находку. Говорят, что в этом месте находился тайный проход в удивительный храм, чья планировка постоянно меняется. Однако, в какой части джунглей расположены развалины дрота, неизвестно. Единственное упоминание об этом заперто вместе с деменами-разорителями в гробнице змей. Но входить туда крайне опасно. Вампиры, плененные амисканцами тысячелетия назад, могут быть еще живы. Ну что ж, теперь все ясно. Тебе все ясно? А вот мне ясно, вот знаешь, только одно, а не все. Что явно туда сваться опасно. Ну, очевидно, что нас там что-то будет поджидать не самое хорошее и доброе. Если это, конечно, не старые байки и легенды. Мне ясно другое, что для того, чтобы найти эти развалины дрота, необходимо посетить гробницу змей. И именно там отыскать эти сведения, где они расположены, поскольку никто об этом не знает. Я сделал другой вывод. Ты сделал просто вывод, что туда очень опасно идти, в эту гробницу змей. Знаешь, шило на мыло из одного опасного места, из этого дома, Винсы, где просто... В гробницу. В гробницу, да. Мне кажется, как-то странно. Ну ладно, сейчас тогда будем потихоньку отправляться к этой гробнице. Все-таки она является историческим памятником. И найти ее не составит труда, а вот там отыскать уже сведения о развалинах дрота, ну, возможно, будет несколько трудновато. Но посмотрим. В общем, задача у нас такая. Нам необходимо найти сокровище для проведения ритуала. Сокровище находится в храме. Путь к храму можно найти лишь в развалинах дрота. Сведения о развалинах дрота находятся в гробнице змей. В общем, это как со смертью Кощея, получается, из народной сказки. Смерть заперта в утке, утка в зайце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке. И вот так вот постепенно, отколупывая скорлупу, Винс будет узнавать, где все-таки находятся сокровище. И самое главное, надо остаться в светлой, как это говорится, в твердом уме и светлой памяти. Остаться, в общем-то, живыми. И не сойти с мат всего этого. Вот, Винс уже кажется немножко, уже немножко. Ну ладно, ну что ж, путешествие начинается. Но для начала нам с Винсом и с Агатой нужно, наверное, отправиться на рынок и закупиться всем необходимым для этого путешествия. А вот это правильно, потому что, как вы помните, мы в Сальвадораду как-то вот ездили, путешествовали. Разные мы вообще города осмотрели и в Сальвадораде тоже бывали. И очень нужно всякие штуки. Необходимо все, и обмундирование, и разные огнетушители, портативные души. Какие-то там мачета, что там еще, всякие средства от насекомых. А еще нам нужна с собой, ну, это мы прихватили, по идее, да, палаточка, холодильничек, вот чтобы вот это вот у нас все было. Да, палатку с холодильником мы взяли. Что мы еще взяли? Мы взяли переносной костер. Ну, в принципе, больше у Винса ничего нет. Когда они с Агатой прибыли в Сальвадораду, Винсу в багаж добавили также еще мачете и там какое-то одно средство от насекомых. Знаешь, нам бы купить еще один мачете. Потому что, помнишь, вот если, например, рубить всякие лианы, какие-то растения, можно как-то неаккуратно замокнуть мачете и его случайно потерять. Слушай, а там, кстати, вроде бы, когда подходишь к этим зарослям и начинаешь от них избавляться с помощью мачете, там вроде бы необходим навык механики для того, чтобы мачете из рук не выскользнуло. А у Винса, в принципе, навык механики неплохо развит. И, тем не менее, он не максимальный, поэтому риск все равно такой есть. Я бы подстраховался и приобрел еще бы один нож. Ну, давай сейчас посмотрим, что у нас на рынке есть. А то, может, тут только чай продается какой-нибудь, а мы уже тут губу раскатали. Хотя бы вот какие-то баночки, какие-то талисманчики. Так, ну что, вот мачете, кстати, один лежит. Давай сразу его тоже покупаем. 127 миллионов. Ничего страшного. Приманка для летучих мышей-вампиров. Возьмем. Ну, Акате тоже нужно купить. Потому что, мало ли, на Винса не нападут, а на нее нападут. Что здесь есть еще? Водопад в бутылке. Возьмем. Пригодится. Водопад в бутылку берем. И не один. Ну да, парочку нужно взять. Спрей огнетушитель. Это против огненных насекомых Сельвадорады. Конечно, нужно. Вон и от пауков еще средства. В общем, мы сейчас все тут скупим на рынке. Мы просто мечта для местных жителей. Вот все бы такие туристы, да, приезжали и просто все скупали бы. А вот это что за баночка? Это бодрящая жидкость. Тоже хорошая вещь. Придает больше энергии, чем любой другой напиток. Всегда пригодится в походах. Это всегда пригодится не только в походах, но и мне каждый день просто. Потому что мне катастрофически не хватает такой бодрости. Слушай, а сувенирчик себе привезем на память? Я думаю, у нас воспоминания будут куда похлеще, чем все сувенирчики. Так, а посмотри-ка, здесь есть жареный сыр. А цветочек нам нужен? Там для чего вообще нужен? Вот цветочек вроде бы тоже неплохой. Слушай. Спасет от нападения любых надоедливых и жалящих насекомых. Ну, возьмем. А, ну и 25 симулионов-то всего лишь стоит. Конечно, возьмем. А вот эти куклы, они все-таки ни для чего не нужны? Ну, это просто как сувенир. Ну что, вроде бы закупились. Да очень даже основательно. Рюкзаки полны. Ну, тогда давай отправляться. И вот она, та самая гробница змей. Выглядит красиво. Мне нравится. Не выглядит как-то опасно, между прочим. Выглядит похоже на какую-то оранжерею, например. Хотя, если так поковыряться в памяти, напоминает какие-то оранжереи, знаешь, из фильма «Парк юркского периода», где выращивают каких-то опасных злобных растений. Ну, для Сильвдорада это действительно необычное такое строение, да, вот полностью практически все из стекла. Ну, собственно говоря, как мы и прочитали, стекло здесь имеет такую оборудительную, барьерную функцию, чтобы те злые существа, которые якобы, как по легенде, погребены в гробнице, не могли пробраться на белый свет, чтобы выйти не могли. Ну, все-таки амисканские мотивы здесь тоже присутствуют в архитектуре, да? Да вот, скажи мне, как исследователь всех этих амисканских древностей. Я могу сказать, что определенно, очевидно, наблюдаются мотивы древней амисканской архитектуры. Это я тебе говорю, как исследователь. Ну, и мне нравится, что здесь вот уже видно, что гробница старая, видишь, тут побитые стекла, она вся просла плющом. Я бы такую хотел, ну, не гробницу, а рыжей, я бы такую хотел куда-нибудь на дачу. Хорошо бы было помидорчики там выращивать. Ну, это так, лирика. И вот тут, смотри-ка, что-то, что-то. Винспот уже тоже посмотрел прям сразу на книгу, которая лежит на постаменте рядом с гробницей. А это у нас предупреждение. Внимание, путешественник, в этом месте заперто зло, поэтому вход в гробницу категорически запрещен. Если дорога жизнь, развернись и уноси ноги, пока солнце не село за горизонтом. Ну, что ж, собственно говоря, как мы и говорили, что даже на государственном уровне сюда запрещено заходить. Как в книге, да, и было написано, что суеверия в сельвадоратском народе укрепились настолько сильно, что даже вход в гробницу запретили, да, на государственном уровне. Между прочим, у нас уже вторая половина дня. А тут сказано, что пока солнце не село за горизонтом, путешественник, беги отсюда. У нас еще есть время. Совсем немного. Ну, ладно, я предлагаю сделать так. Винс пойдет сейчас в гробницу, а Агата, поскольку мы взяли ее с собой, чтобы у нас были дополнительные руки, пусть пока побегает вокруг и пособирает разные реликвии и гребности. Наверняка здесь можно найти что-нибудь интересное и провести время тоже с пользой. Поэтому Агата нам в этом поможет. А мы, собственно говоря, немножко, немножечко пойдем в противоположную сторону от амисканского законодательства. И все-таки попытаемся туда проникнуть, да. Итак, мы спускаемся в гробницу. Ну, как у тебя впечатление? Как-то страшновато. Ну что, она нас уже набросится хоть что-нибудь сейчас прямо уже? О, посмотри. О, может быть, этот дракон-то нас и набросится, а живет. Может быть, это вот эта злая сила, которая тут была спрятана. Ну, неспроста называется гробница змей. Видишь, здесь даже змея возвели. Ну, да, давай осматриваться. Это вот у нас такой небольшой зал. Достаточно. Здесь вот какие-то книги расположены. Да, уж Винс у нас, конечно, тот еще путешественник. А вот эти вот маленькие залы, ну, здесь ничего такого примечательного, в принципе, нет. Ну, так вот только какие-то стражи такие потусторонние стоят, если. Вот лежит зато книга, которая называется «История гробницы змей». Давай тогда прочитаем же эту историю. Какая-то музычка была, мистическая такая, да? Что такое, что происходит? Что происходит? Итак, история гробницы змей. Откуда они явились, никто не знает. Но это было черное время для всего амисканского народа. Они пришли поздней ночью, как кровожадные ястребы, слетевшиеся на пир. Одетые в красные доспехи с изображениями змей, разорители ворвались в наше поселение. Они не щадили никого, и змеи на их кольчугах яростно шипели, окропленные нашей кровью. Их глаза горели, а клыки сверкали в равнодушном лунном свете. К утру чуть ли не все поселения были разрушены, некоторые еще держались. Мы укрылись в джунглях и потеряли счет времени, потому что каждую ночь дрожали от любого шороха. Так продолжалось 10 лет, пока мы наконец не собрались с духом и не дали отпор кровопийцам. Все это время мы планировали каждый шаг, спорили шепотом в ночной тишине, безмолвно сверкали глазами, когда они соглашались друг с другом. И в конце концов отточили свои действия до мелочей. Многие вампиры сгорели на солнце, и это был для них лучший исход. Остальных ждала более страшная участь. На высоком утесе под палящими солнечными лучами мы возвели гробницу, не побоявшись использовать хрупкий материал, который до этого применяли лишь в редких случаях. Стекло. Днем чудовище сдерживало солнце, ночами наши заговоренные талисманы. Они были обречены на вечные страдания под землей, на медленную смерть от голода. Никто из замисканцев никогда больше не входил в гробницу змей, пусть так будет и впредь. Страшно вспоминать, как наши братья и сестры, павшие в битве, возвращались к жизни такими же чудовищами, жаждавшими крови. Они искали нас в лесах, а наутро превращались в пепел. Эта гробница – урок для всех, кто посмеет вторгнуться в нашу жизнь и напоминание нам самим о том, что зло существует. Такая вот история у этой гробницы. Ну вот так вот, 10 лет, 10 лет они сражались, точнее, собирались с тем, с силами, чтобы дать отпор вот этим вот кровопийцам, вапирам. И в итоге вот так вот с ними расправились, смогли. Да, специально для них выстроили такую гробницу и сделали ее из стекла, чтобы солнечные лучи сюда проникали и сдерживали этих всех чудовищ под землей. Знаешь, вообще здесь какая-то прям атмосфера такая, Индиана Джонса. Между прочим, Винс тут может еще и спиритический круг нарисовать, чтобы никто точно отсюда не выбрался. А, это для того, чтобы к нему никто сюда не попал, в его кружочек. И смотрю, он может даже призвать Гидри и Скилихильду. Ух ты! И провести здесь какой-то жуткий ритуал. А здорово же получается, да? Да, Винс, вот какой у нас оказывается медиум. Но, честно говоря, мне кажется, задумка призывать кого-то в гробницу, какие-то сторонние силы, не самая хорошая идея. Наверняка древние амисканцы позаботились о том, чтобы сюда не могли проникнуть другие духи. И наверняка тут запечатаны какие-то вот, не знаю, барьеры тут сделаны. В общем, пробовать не нужно. Будем тогда спускаться на нижний уровень. О, там нас, наверное, ждет что-то не самое приветливое. Пойдем. Кадры как из хоррора. Ну, собственно, у нас и проект наш тоже и есть хоррор. Да. Вот мы медленно спускаемся на нижний уровень гробницы. Сейчас нас кто-то похлопает по плечу. Мы развернемся и тут ничего нет. А, нет, смотри-ка. Итак, осматриваемся пока с высоты Винса. Вот как-то уже хочется отсюда пойти. В книге, которую Винс прочитал в музее, было сказано, что в эту гробницу никто никогда не входил. Вот как ее запечатали однажды, так она и осталась с тех времен. Ну, то, что сюда никто не входил, наверное, это и хорошо. Потому что если бы сюда кто-то вошел, то он бы здесь и остался лежать на веке веков. Потому что, увидев такое, конечно, не каждый совладает со страхом. Винс первый, кто вошел в эту гробницу, первый из живых людей. И вот, видимо, это и есть те самые тотемы, талисманы, которыми запечатали, или точнее, закрыли входы и выходы для вот тех самых чудовищ, которые здесь и остались. А вот некоторые из этих змей-вампиров, о которых говорилось в книге, лежат именно вот в своих доспехах здесь. Вот их одеяния, которые двигались, змеи огненные. Да, вот такая вот гробница. Ну, а вот, насколько я понимаю, и эта легендарная фреска, которую описывали исследователи, которые находили какие-то подтверждения, свидетельства того, что она существует. А вот она действительно существует. И Винс ее увидел собственными глазами теперь. Да, это та самая фреска. Ну, она такая внушительная, внушительная, большая. Ну что, давай тогда и здесь осматриваться. Посмотрим, что здесь есть, потому что здесь Винсы тоже ждут. Ну, давай теперь осматриваемся. А что поделать? Винсу в любом случае хоть нужно найти какие-то сведения о разваленных дротах. Тут прикасаться-то, прикасаться-то не хочется ни к чему. Итак, вот здесь лежит книга, которая называется «Похоронные обряды». Винс, ты главное далеко никуда не уходи. А, вот он прямо здесь рядышком присядет. «Похоронные обряды». Обряд погребения змей-вампиров, разумеется, отличался от наших традиционных обрядов. Мы обернули их в саваны, оставив открытыми лишь лица, которые затем закрыли масками в знак того, что погребаемые больше не имели своих собственных ликов и были одинаковы в глазах амисканских богов в своей медленной смерти. Одни маски имели рога, напоминающие о демонической природе этих созданий. Другие – скорбное выражение. Тела мы обездвижили плотными веревками. Наверняка со временем веревки обратятся в прах, так пусть тогда оголодавшие тела скитаются во мгле без надежды выйти наружу. Во главе похоронных пьедесталов мы установили талисманы, впитавшие в себя силу ведущих матерей нашего клана. Талисманы никогда не позволят усопшим покинуть погребальное место. Ну, если здесь осмотреться, это действительно так. Так вот, посмотри, некоторые из них имеют право рога. На всех надеты маски. Кто-то обернут до сих пор нитками, веревками точнее, связан. А вот и талисманы установлены вверх. Знаешь, я надеюсь, что эти веревки, веревки их сдерживают. И талисманы эти не позволят им никогда отсюда выбраться. Ну, за исключением только если, вот чтобы мы выбрались отсюда. А у этих веревок нет. Эти лежат так. Но, тем не менее, тут возле их погребальных пьедесталов также установлены талисман. Установлен талисман. И с этой стороны точно так же. Знаешь, у меня есть версия, что у этих нет веревок. Может быть, они когда-то уже пытались восстать. И не смогли выбраться. И поэтому снова легли на вечный сон. Здесь покоится Лорбрук Кровавый, предводитель войска змей-вампиров, напавших на амисканские поселения. Упокойся в сырости и гниении. Пусть острые камни вечно впиваются тебе в кости, а многоножки ползают по твоему лицу. Пусть будет так. Вот еще книга. Фреска в нижнем зале. Вот, наконец-то мы прочитаем про эту фреску, про которую столько разговоров ходило, когда вид сюда приехал. Да, так что, наконец-то мы хоть разберемся. Фреска в нижнем зале изображает амисканский мир, таким, каков он есть и будет. Сверху небо, на котором зашло яркое полуденное солнце. На втором уровне обозначена жизнь на земле, полной цветущих садов. Третье олицетворяет пространство под землей, где покоятся усопшие амисканцы. Эта фреска – напоминание для заключенного в гробнице змеиного народа о том, что их тела никогда не будут преданы земле и обречены вечно гнить в темнице, в то время как солнце ежедневно восходит на небосклоне, а жизнь на земле продолжает свисти. Вот такой вот смысл амисканцы вложили в эту фреску, когда готовили эту гробницу и строили ее. Но суровый ответ был на их суровое вторжение к амисканцам, поэтому абсолютно понятно. И еще одна книга здесь есть также. Вот как раз та самая, за которой Вин сюда и пришел. Капище демона дрота. Мы научились жить без дрота, а он без нас нет. Даже те, кто познал черное искусство, отреклись от демона боли, дабы посвятить свои умения амисканским божествам Затоты, Бедуаму, Балампаси и богине любви Ранни. Тогда наслал разъяренный дрот и слуг вампиров на амисканский народ, чтобы подчинить его своей воле. Но амисканцы снова победили врага. И теперь лежит капище дрота в руинах на юге от гробницы змей, а под ним течет река и плавают аллигаторы. Вход в скале завалился камнями и зарос лианами. Когда-нибудь дожди смоют камни в реку, и из вояния дрота воткнется рогами вылистое дно. Так будет он забыт. Бинго! Теперь мы понимаем примерно, куда нам надо идти, чтобы найти дрота. К югу от этой гробницы, в которой Винс сейчас находится, там должны быть эти развалины. Вход в скале, как написано в книге. Ну, будем тогда искать, посмотрим. Да, тогда нам надо будет сейчас выбираться уже и попробовать найти, походить по джунглям, чтобы найти этот вход. А там уже нас что ждет, я не знаю. Ой, у нас, посмотри-ка, Агата здесь уже что-то понаходила, статую какой-то неустановленной подлинности. Надеюсь, дорогую. Надо выбираться, посмотри, время уже 9 часов вечера. Я боюсь, что солнце сейчас уже зайдет за горизонт, если уже не зашло. Давай быстрее отсюда бежать. Винстаг зачитался оставленными в гробнице заметками и засмотрелся на удивительную фреску, что даже не заметил, как древние огненевшие тела погребенных здесь вампиров вдруг пробудились. Ох, Винст, ведь не одни записи предупреждали, что не следует сюда идти. Это конец, подумал Винст. Бежать некуда, он буквально прижат к стенке. Звать на помощь бесполезно, все равно никто не услышит. А как же Агата? Если она не дождется Винса, то сама спустится сюда за ним, и тогда ее постигнет та же участь. В этой гробнице была заключена страшная демоническая сила, и войдя сюда, Винс ее разбудил. Но вдруг тьму прорезал луч света, и в погребальном зале появилась еще одна сила. Могущественная. Та, которая не боялась испачкать ручки о каких-то восставших мумий и поцарапать свой утренний маникюр. Могущественная. Могущественная. Когда разбуженные кровопийцы вновь впали в литургию, спасительница представилась. Она рассказала, что давно мечтала попасть в гробницу змей, чтобы лично сделать наброски знаменитой фрески для своего музея древностей, который она строит вместе с мужем. Ну, может еще и отыскать несколько ценных реликвий. Но каково же было ее изумление, когда выяснилось, что оказывается ее кто-то опередил, и первым вошел в гробницу. Она даже хотела задать трепку этому наглецу, но войдя сюда поняла, что ему самому требуется помощь. Винц поблагодарил свою спасительницу и в свою очередь рассказал, что зашел в гробницу лишь за тем, чтобы найти путь к развалинам дрота. Именно через них можно попасть в древний Амисканский храм, где упрятан ценный артефакт. Дело в том, что он по глупости купил дом полный злых духов. Бывшая хозяйка, которая была сожжена на костре много лет назад, никак не успокоится и не дает ему жить. Однако артефакт, скрытый в Амисканском храме, должен помочь изгнать чудовище и запечатать врата в преисподнюю. «Мальчик мой!» сказала Вивьен. «Если женщина гневается, значит, ты не нашел к ней правильный подход». И все-таки Вивьен прониклась жалостью к несчастному парню, который, похоже, забыл, что такое здоровый крепкий сон. И вот так Винц обзавелся бесстрашной спутницей в своих приключениях по Сильвадораде. Он отправился наверх. Как же ему хотелось снова вдохнуть свежего воздуха полной грудью и рассказать Агате о том, что тут произошло. И, конечно, о том, что удалось выяснить. А Вивьен ненадолго задержалась, чтобы перенести фреску на свой этюдник и не упустить ни одной детали. Несколько снимков она тоже, разумеется, сделала. Вивьен не планировала отдавать находку другим исследователям и археологам. За свою долгую жизнь она не раз рисковала, проникая в опасные гробницы, где не ступала нога человека, или ввязываясь в схватку с серьезными противниками. Но делала она это не ради славы, а исключительно из личного интереса. Теперь же с мужем она возводила музей древностей, привезенных из разных стран в одном молодом, строящемся городе. Поэтому Вивьен полагала, что наброски и фотографии этой фрески из гробницы змей станут отличным экспонатом в музее. Итак, на этом заканчивается первая часть приключений Винса в Сильвадораде. Теперь он знает, как отыскать путь к развалинам демона Дрота, о которых писала в своих мемуарах Элиза Стюарт, про прабабушка его спутницы Агаты. И в следующей серии они отправятся туда. Будем надеяться, что им все-таки удастся отыскать древний амисканский храм и то самое сокровище, необходимое для проведения ритуала изгнания злых духов из дома. Ну и, конечно, безопасных приключений и трудных испытаний тоже не обойдется. Спасибо, что были с нами. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и поддержите нас комментарием. Нам будет приятно. А еще приглашаем в наш телеграм-канал и на канал на Бусти, где мы тоже выкладываем видео, чтобы их можно было смотреть без подвисаний. Ссылки на телеграмы Бусти находятся в описании к этому видео. До скорых видео. Всем пока. И пока Вин спасался от демонов Сальвадорады, кое-кому спастись не удалось. Над Глимербруком вновь сгустились мрачные тучи. Сальвадорады, кое-кому спастись не удалось. 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 Сальвадорады, кое-кому спастись не удалось.